Что мы будем делать, если музыка закончится? Поставим плейлист сначала, будем искать новый. Что если музыка перестала играть вообще? Полная тишина. Видимо, на этом все и закончится. Полвека назад тот самый рок, что звучит из наших динамиков, переживал свой расцвет. Музыканты влияли на умы людей так же, как СМИ в наше время. Только посыл был другой, более искренний, что ли. Сложно себе представить движение хиппи без музыки. Для них это было чем-то сакральным. Наивное желание изменить мир к лучшему с помощью творчества и вселенской любви, всеобщего единения, оно живое и поныне, но не работает почему-то. Что же мы хотим от музыки сегодня? Процесс звукозаписи сильно упростился. Можно даже на смартфоне сделать кочевый трек. Голос появился у каждого в кармане. Мы привыкли к тому, что артист на записи ровно и чисто поет. В век цифрового звука можно любого безголосого алкаша обработать и он запоет почти как Фредди Меркури. Но тюнинг голоса обезличивает. Звучание становится одинаковым, универсальным. Самое обидное, что артисты, стараясь подстроиться под стандарт, тоже унифицируют свой голос. Ну что же, таков запрос эпохи. В моей же голове чрезмерная коррекция вокала – это как добавление майонеза в любое приготовленное блюдо. В 60-е звукозапись была честнее, группа долго репетировала и песни писались в один заход, никаких этапов. Сложали – начинайте сначала. Исполнили раз, ну два максимум. И хватит с вас, вы же профессионалы, черт возьми. Тут дело было не в лене, просто технические возможности не позволяли делать коррекцию. Звук записывали вживую на магнитную ленту, кстати не дешевую. Поэтому музыканты на записи выкладывались по полной, как футболисты в финале чемпионата мира. Вот так создавались нетленки. Эта эпоха была богата на музыкальные открытия. Одним из них была группа The Doors. 50 лет назад мир покинул их фронтмен и автор текстов Джим Моррисон. Удивительное дело, но Моррисон сумел стать голосом поколения, ну или одним из них, при этом абсолютно не умел петь. Но чарующая лирика, гипнотический тембр и невероятная экспрессия сделали из парня настоящую икону. А ведь Джим в юности и не помышлял быть музыкантом. На эту авантюру его подговорил знакомый по университету и по совместительству клавишник Рэй Манзерак, увидев в нем задатки настоящего поэта. С юного возраста Моррисона увлекали две вещи – литература и виски. В его комнате стояли стопки с произведениями Рэмбо, Блейка, Бироуза, Мольера, Кавки, Ницше, Плутарха, а под кроватью валялись пустые бутылки. Мальчик рос замкнутым со своеобразным видением мира. Поступив в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, Джим окончательно разрывает контакты со своей семьей. Отец хотел, чтобы сын выбрал карьеру военного, но как это часто бывает, добился противоположного эффекта, вырастив из мальчика символ движения хиппи. В разгар вьетнамской войны папы военные не украшали прогрессивную молодежь. Поэтому Джим частенько говорил в интервью, что он сирота. Чеки, присланный из дома он сжигал, на мамины звонки бросал трубку. Окончив университет и не сыскав себя на поприще мувимейкера, Моррисон пробует себя в музыке. Будучи участниками The Doors, едва ли могли предположить, кого к ним привел клавишник. Манзерек, Кригер и Денсмор – сыгранная команда музыкантов. А этот странный парень, питавшийся кислотой и консервированными бобами, даже петь не умел. Вот так в их структурированную мелодию, сдобренную красочной импровизацией, внезапно ворвался ураган. Появление Моррисона на сцене интриговало публику всегда. Никто не знал, что он будет творить во время выступления. Возможно, даже он сам не знал. Он как шаман погружался в транс и не просто пел, а проживал песню. Группе часто приходилось буквально ловить его настроение. В непредсказуемости ощущалась свобода, что естественно подкупало длинноволосых мальчиков и девочек. Ведь концерт воспринимался как духовный экспириенс. Неряшливый баритон читает со сцены стихи полные метафор и символов под психоделический аккомпанемент электрооргана, гитары и ударных. Рэй Манзерек не прогадал. Именно не музыкальный подход Моррисона добавил индивидуальности к коллективу. Иначе это было бы слишком скучно. Публика шла услышать и увидеть именно Моррисона, а фронтмен мог уйти посреди концерта со сцены, оставив отдуваться остальных участников группы. The Doors просуществовали сравнительно недолго, поскольку лидер и идейный вдохновитель группы, живя как говорится на полную катушку, ненадолго задержался в этом бренном мире, оставив поклонникам и исследователям богатую почву для размышлений. Квартет Квартет образовался летом 65-го года в Лос-Анджелесе, и всего через несколько лет стал самой популярной группой не только Калифорнии, но и всех Соединенных Штатов Америки. Музыка The Doors была настолько созвучной эпохи, что группа просто не могла остаться незамеченной. Начиная с дебютного альбома, вышедшего в 67-м, и заканчивая последним диском, записанным оригинальным составом в 71-м, коллектив ни разу не покидал хит-парады США. Своё название группа получила от названия известного произведения Олдоса Хаксли «Двери восприятия». Сделать такой выбор Моррисона вдохновила фраза из этой книги «Если бы двери восприятия были чисты, всё предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным». В самом начале истории Doors Моррисон был отнюдь не звездой. Он просто писал тексты, полные мистики и символизма, и даже неизвестно было, кто их будет петь. Сам Моррисон исполнять свои песни просто стеснялся, и даже когда он запел, то чувствовал себя на сцене настолько неуверенно, что во время концерта не поворачивался лицом к публике. Но, переборов свою неуверенность, он на этом не останавливается, и доводит своё поведение до полнейшей распущенности, что сказывается как в вызывающем поведении, так и в сексуальной разнузданности. В связи с таким поведением лидера группы концерты зачастую сопровождались беспорядками, что в конце концов привело к тому, что группа оказалась в стороне таких грандиозных фестивалей, как Вустер и Монтерей. Остальные музыканты, несмотря на то, что и находились в тени своего лидера, также заслуживают пристального внимания. Гитарист Робби Кригер играл не как большинство музыкантов своего времени и был достаточно самобытен. То же самое можно сказать и о клавишнике Рэе Манзрике, который одновременно играл на электрооргане и на клавишном басу, создавая довольно необычное звучание. Барабанщик Джон Дэнсмор также не отставал своих коллег и всячески пытался экспериментировать за ударной установкой, что вполне ему удавалось. И даже несмотря на некоторые самоповторы в музыке и на схожую структуру композиций, Дорс всегда были популярны и интересны. За все время Дорс напишут немало успешных хитов, но самой знаковой и необычной композицией останется 11-минутная песня The End. Впрочем, поначалу она длилась не больше трех минут и представляла собой меланхоличную прощальную песенку из двух куплетов. Но уже тогда она производила на участников группы самое разное впечатление. Даже после записи The End осталась своеобразной импровизационной площадкой для Джима. Во время ее исполнения он то что-то декламировал, то просто зависал минут на пять в прострации. В итоге песня, бывало, растягивалась порой до 18 минут. Новый всплеск интереса к творчеству группы инициировал Фрэнсис Коппола, который решил использовать их музыку в своем кинофильме «Апокалипсис сегодня» 1979 года. Был даже отрывок, где полковник Курц разучивается в своей туземной армии слова «Light My Fire» другого хита «Дорс», но сцену вырезали и осталась только песня «The End». С тех пор у многих она ассоциируется с вьетнамской войной, хотя на самом деле не имеет к ней никакого отношения. Впрочем, Джим говорил, что образы The End универсальны и каждый видит то, что хочет. Фрейду, как мы знаем, тоже всякое виделось. Одним из источников вдохновения Моррисона было творчество английского художника и поэта 18 века Уильяма Блейка. Популярным Блейк стал уже после смерти, а при жизни многие считали его просто безумцем. В этом было зерно правды. Уж слишком странными и неоднозначными казались визионерские стихи и картины Блейка, чего стоит одно только название его работы «Бракосочетание рая и ада». Блейк оказал на Джима большое влияние. Отсюда появилась тема его первого ударного сингла «Break on truth to the other side» «Прорвись на другую сторону». Барабанщик группы Джон Дэнсмор считал, что рок-н-ролл и поэзия несовместимы, пока не услышал текст этой песни. «Знаешь, день разрушает ночь, ночь разбивает на части день. Пытайся бежать, пытайся скрыться, прорвись на другую сторону». Тема о том, к чему приводит стирание граней, слишком сложна и глубока, чтобы обсуждать ее в этом видео. Но тогда это казалось призывом к освобождению личности, раскрытию новых творческих сил. «Break on truth» звучала как манифест, поэтому Дорс и выбрали ее для своего первого сингла. Ставка на эту песню как визитную карточку оправдает себя позже, а тогда сингл занял всего 126 место. «Break on truth to the other side» Прежде чем начать рассказ о первом большом хите Дорс, стоит коснуться их творческой кухни. А она была оригинальной. Джим Моррисон, как говорилось выше, не умел играть ни на одном инструменте, поэтому он просто напевал свои стихи, а далее за них брались остальные участники коллектива становились по сути полноправными соавторами. Главную скрипку в оформлении музыки чаще играл гитарист Робби Кригер, поэтому когда Моррисон решил, что у их группы мало материала, он попросил, чтобы каждый написал свою песню, ответственно к заданию отнесся только Робби. Музыку он написал быстро, а вот над текстом пришлось помучаться. Надо было не ударить в грязь лицом перед концептуальным и начитанным Джимом. Кригер решил не мелочиться и написать о четырёх стихиях. По воспоминаниям Кригера «Я перепробовал множество вариантов» «Come on baby brave my air» «Come on baby share my earth» «Давай, детка, дыши моим воздухом», «Давай, детка, раздели со мной мою землю». В общем, та ещё фигня получалась. В этом не было никакого толку, пока наконец я не додумался до строчки «Come on baby light my fire» «Давай, детка, зажги мой огонь». Джим просто рухнул. Непривычный труд поэта утомил Кригера, и второй куплет он не дописал. За дело взялся Моррисон и тут же вернул в довольно оптимистический текст излюбленные похоронные мотивы. Продюсер Пол Ротшильд вообще считал эти строчки самыми слабыми в песне. «Время сомнений закончено, поздно валяться в грязи. Оправдываясь, мы только всё потеряем, наша любовь станет погребальным костром». Единственное, что не хватало песни – эффект на выступление, и тут уже отличился органист Рэй Манзерек, который сыграл этакий роскошный мотив в стиле барокко, сразу цепляющий слушателя. Блестящим вышло и длинное соло Кригера на гитаре, который безуспешно пытались повторить многие гитаристы. В итоге песня растянулась на 6 минут, и никто не думал издавать её синглом. Но тут в дело мешался диск с жокей местной радиостанции, который таки рычкнул поставить «Light My Fire» в эфир. Он показал музыкантам пачки писем с заказами на эту композицию. Члены Doors очень не хотели сокращать композицию для сингла, но деваться было некуда. Результат превзошёл все ожидания. Сингл «Light My Fire» занял первое место в США, а вслед за ним на вершину взлетел и дебютный альбом. Он стал номер два, уткнувшись в бетловского сержанта Пеппера. Успех сингла привлёк и рекламодателей из автомобильной фирмы «Бьюик», которые хотели, чтобы в их ролике песням прозвучало со словами «Come on, Buick, light my fire». «Куи деньги, пока горячо», — решили музыканты и подписали контракт. Все, кроме Джима. Он как раз был в отъезде. Когда же Моррисон вернулся и узнал о сделке, он просто расперепел. Позвонил на фирму «Бьюик» и заявил, что если ролик будет записан, он лично приедет и искорежит какую-нибудь из машин прямо перед телекамерами. Потом эта история обрастёт легендами, в которой лидер «Дорс» будет ездить по городу и таранить «Бьюики». Так или иначе, между членами дружного коллектива впервые пробежала трещина, а Джон с горючо заявил «Теперь у меня больше нет партнёров, есть только компаньоны». Несмотря на то, что дебютный альбом группы «Дорс», так и названный «Дорс», представляли всего два сингла, сегодня ясно, что пластинка была практической напичкена потенциальными хитами. Классикой стали даже присутствующие на ней каверы. Далеко не каждый поклонник алабамской песни подозревает, что её авторами являются не Дорс и даже не какой-нибудь старый блюзмен, а два немца Бертольд Брехт и Курт Уайль. В 1929 году они создают оперу «Возвышение и падение города Махагони», а в вымышленном городе Махагони – гротескном капиталическом рае, где позволено любое безобразие, а единственным пороком считается бедность. Стоит ли говорить, что первая публичная презентация оперы в Германии в 1930 году вызвала скандал? Одной из песен оперы и была «Алабама сонг» изначально англоязычная, которую впервые исполнила жерна Курта Уайля Лотте Ленья. Запись оперы Махагони впервые презентовал своим коллегам клавишник Дорс Рэй Манзерек. Алабамская песня так понравилась Джиму, что он решил включить её в свой репертуар. Так как в опере эту песню исполняли проститутки, ему пришлось несколько изменить текст, заменив милых мальчиков на девчушек. И чтобы окончательно закрыть тему продажной любви, из песни был убран и третий куплет о маленьком долларе. В результате, как по иронии, бунтарь Моррисон убрал из «Алабама сонг» почти все сатиристические антибуржуазные нотки, а его коллеги превратили полуречитативную композицию в яркую и необычную поп-песню. Тема нелюдимости, отчужденности, заявленная ещё в романе «Камю» «Посторонний» была всегда близка Джиму Моррисону. Именно об этом была написана одна из лучших и уж точно самых запоминающихся песен Дорс «People are strange». Однажды Джим заявился в гости к Робби Кригеру в таком мрачном и подавленном настроении, что гитарист предложил коллеге прогуляться и развеяться. Так как место, где жил Кригер, было одной из самых высоких точек Лос-Анджелеса, закаты там выглядели потрясающе. Это прекрасное зрелище так улучшило настроение Джима, что он иронически заметил «Теперь мне всё понятно? Люди кажутся странными, когда ты и сам странен». Практически на глазах Кригера Джим сочинил весь текст песни, а Робби предложил мелодию, немного напоминающую песенки Кабаре. Перевести текст этой коротенькой и замечательной песни на русский несложно, если бы не одна загвоздка. Слово «strange», которое может означать и странный, и чужой, и незнакомый, и чуждый. В тексте Джима оно не становится конкретней и играет всеми оттенками одновременно. Приведу один перевод, достаточно вольный, но, по-моему, передающий посыл. «Люди чужды, когда сам отчуждён ты, в лицах заметен каждый изъян. Бабы все суки, раз ты им не нужен, улицы кривятся, если ты пьян. Ты чужой, селиться под пеленой, ты чужой, кто помнит, кто ты такой, ты чужой, ты чужой». Как известно, далеко не всегда хитами становятся лучшие песни группы. К таким хитам можно отнести «Hello, I Love You» по воспоминаниям Дэнсмора. Однажды вечером на студии TTNG в Голливуде, где мы записывались за 100 баксов в час, Пол Ротшильд взял нас всех за руки и вытащил из звукорежиссёрской кабины в помещение студии, чтобы произнести одну из своих маленьких речей. Он сказал, что нам скоро понадобится хит и что «Hello, I Love You» с плотной аранжировкой «Это то, что надо». «Hello, I Love You» была написана ещё в 65-м году, когда группа только-только образовалась. Моррисон сочинил её на Лос-Анджелевском пляже, там Джим увидел чернокожую красотку и подумал, как бы хорошо было подойти к ней и без затей сказать «Привет, я люблю тебя», не скажешь ли своё имя? К незнакомке он так и не подошёл, но зафиксировал свой порыв в стихах. Ранее аранжировка песни не нравилась Ротшильду. Тогда Кригер значительно утяжелил её, исказив гитарный риф новомодным фузом. В результате «Hello, I Love You» стала номер один в США. Однако песню сопровождал не только успех, но и скандал. Лидер британской группы Kings подал на американцев в суд, заявив, что гитарный риф «Hello, I Love You» слямзен с их хита 1965 года «All Day and All of the Night». Сходство было настолько очевидным, что Дорс пришлось платить отступные, по крайней мере, с британского тиража сингла. Однако и по сей день Робби Кригер не желает признать плагиат, утверждая, что это всего лишь совпадение, и добавляет, что единственное, что он заимствовал, так это ритмику песню «Sunshine of Your Love» группы Крим. Так что, если они кого-то ободрали, то Крим, а никак не The Kings. В конце 1969 года успех Дорс пошел на спад. Одни считали, что группа изменила своему дорсовскому звуку, других отталкивали скандальные выходки Моррисона на концертах. Вершиной непотребства стал знаменитый инцидент в Майами, когда обдолбанный и упитый Джим пытался продемонстрировать публике свой мускул любви. Тем не менее, группа продолжала записывать добротные альбомы и синглы, и пускай песни не занимали вершин хит-парадов, время оказалось на их стороне. Что с того, что Roll House Blues занял лишь 50 место, если сейчас это настоящая рок-классика? Надо сказать, что в поздних альбомах Дорс все чаще обращались к корням рок-музыки. Для записи Roll House Blues они даже привлекли легендарного блюзового гитариста Лони Мека, правда попросили сыграть его не на гитаре, а на басу. Дело в том, что штатного басиста у группы никогда не было. На концертах партию баса обычно исполнял Рэй Манзерек на своем электрооргане, а для студийной записи приглашался кто-нибудь со стороны. В результате Roll House Blues был исполнен в лучших блюзовых традициях. Аранжировка тоже соответствовала заданному стилю. Манзерек сменил электроорган на обычный рояль, а Мек записал блестящую басовую партию. Несмотря на это, блюзмен всегда злился, когда Кригер называл его басистом и кричал «Я гитарист, черт тебя подери». Для полной аутентичности не хватало только сова на губной гармошке. Сначала, пользуясь случаем, помузицировать решил освобожденный вокалист, после чего Кригер сказал, что он сыграет лучше. В результате на роль губного гармониста тоже пригласили человек со стороны. Это был Джон Себастьян из известной группы Loving Spoonful. С задачей он справился отлично, но попросил не указывать на обложке его имени. В итоге его напечатали под псевдонимом Джи Паглис. Хотя Джон и говорил, что секретность связана с его контрактными обязательствами, на самом деле он не хотел, чтобы его имя связывали со скандальными Дорс. Как говорится, это вредно для бизнеса. «Да это не песня, а какая-то мешанина!» – возмущенно крикнул Пол Ротшильд. Плюнул и хлопнул дверью, предоставив продолжать запись альбома без него. Сегодня трудно поверить, что возмущение продюсера вызвала одна из лучших песен Дорс под названием «Riders on the Storm». А началось все с дураковаляния. Музыканты забавляют со знаменитой ковбойской песней «Riders in the Sky» о призрачных всадниках, которых гонят в небе адское стадо. Постепенно образы из песни трансформировались в мозгу Моррисона и привели к рождению совершенно оригинальной композиции. Как только не переводят ее название «Имчащиеся в грозу, и всадники бури, и оседлавшие бурю» – текст не имел четкого сюжета, его объединяла лишь тема странничества. «Оседлавшие бурю, оседлавшие бурю, в этом доме, где мы рождены, в этом мире, где брошены мы на произвол судьбы, словно собака без кости, словно актер без приглашения к роли, оседлавший бурю. Там на дороге убийца, его мозг корчится в конвульсиях, словно мерзкая жаба. Возьми себе длительный отпуск, разреши моим детям играть в свои игры. Если ты решишь подвести этого человека, милое семейство умрет». Большинство исследователей считают, что образ автостопщика-убийцы берет свои истоки в сценарии фильма Моррисона «H.W.Y.,», который он снимал еще во время учебы на курсе кинематографии, да так и не доснял. Также считают, что сам образ, скорее всего, отсылка к Билли Куку, реальному убийце, порешившему целую семью, которая согласилась его подвести. Впрочем, есть и другое предположение, мол, здесь Джим вспоминает историю своего детства, когда он стал свидетелем кровавой автокатастрофы. Чей-то автомобиль врезался в фургон с индейцами, и почти все они погибли. Моррисону тогда показалось, что душа умирающего индейца вселилась прямо в него. Недаром Оливер Стоун начинает свой фильм про Дорс именно с этой истории и этой песни. Несмотря на невнятность и фрагментарность текста, песня звучит по-настоящему завораживающе, сопровождаемая звуками грозы и блестящим соло Манзерека, имитирующим падение капель дождя. Но оставалась привычная проблема, как сократить шестиминутную композицию до синглового формата. За дело взялись ударник Джон Денсмор и звукорежиссер Брюс Ботник. Им удалось невозможное. Сам Манзерек не мог понять, что же они вырезали из его соло. Riders on the Storm занял 14 место в США и стал последней песней, которую записал Джим Моррисон. 3 июля 1971 года во время приема Банны сердце Моррисона остановилось. Произошло это на родине его любимых поэтов в Париже. Там же на кладбище Пер Лашец лидер Дорс и похоронен. Умирает Джим и музыканты Дорс остаются на распутье. Материал для альбомов был, но не было главного – харизмы Моррисона. Оставшееся трио предпринимает выпуск двух студийных альбомов и в 1973 году распадается. Однако на этом история одной из самых интересных групп в рок-музыке не заканчивается. По сей день выходят какие-то бутлеги, появляются редкие архивные аудио и видеозаписи, всплывают факты из жизни музыкантов, переиздаются старые альбомы, создается впечатление, что The Doors будут популярны всегда, независимо от времени и места, а Джим Моррисон так и останется символом бунта и печального ухода из жизни в роковые 27 лет. Некоторые до сих пор считают, что Моррисон инсценировал свою смерть и до сих пор живет где-то свободный от образа, который так ему мешал. Он очень хотел быть чем-то большим, чем рок-икона, чем так называемый король-ящерица. Я написал «Некролог» в «Роллингстоун» и подумал, почему бы не избежать слова «рок» в его заглавии и не назвать его так, как он всегда хотел. Джеймс Дуглас Моррисон, поэт.